Всем привет, с вами Крэйзи. Пару месяцев назад я делал видосик, где я играл со вторым телефоном в Форт Боярд. И он довольно неплохо зашёл. И сегодня я подумал, а почему бы не делать что-то подобное? Ну, играть мы будем не в Форт Боярд, а допустим, просто режимы на баллы. Кто наберёт больше всех баллов? У меня будет ещё три участника, то есть я ещё трое. Остальные будут нам помогать. Что же касается карт, то будут такие карты, где поможет тебе только твоя удача и ничего больше. Но я думаю, это относится не к моему случаю. Что-то мне точно да поможет. И мне интересно, догадается ли кто-нибудь, что я играю со своим телефоном? Возможно ли вообще об этом догадаться? Я думаю, да, если я буду играть слишком хорошо. Поэтому постараемся. Что ж, чего тянуть? Предвращаем лайк и подписка, но мы полетели. Приятного просмотра. А тем временем мы уже в руме. И сегодня мои соперники это Спайк, Максон и Тара. Они будут соревноваться со мной, кто наберёт больше всех баллов. Первое испытание это Маньяк. Я взял его абсолютно специально, потому что здесь второй телефон мне не так сильно поможет. То есть в теории я могу даже как-то проиграть. Шансы малые, да. Но телефон второй даёт мне задержку информацию. То есть задержка секунд так 7. И это много, это очень много. Поэтому шансы проиграть вполне себе имеются. Так даже интереснее. Погнали в катку, я думаю, всё равно я больше всех убью. Мы договорились, что первые 10 секунд, мы все АФК, что босс могли разбежаться. По карте они были сразу нами убитыми. Так даже интереснее. Что ж, шансы у меня имеются. Я вижу где бо, но задержка очень большая. На то это и первый режим. Шансы у других людей тоже есть. Где-то здесь есть бо, а это таро. Таро мне не нужен. Таро всё, иди сюда. Фу. Где-то слева есть точно бо. Вопрос в том, где он. Потому что сейчас я бегу на его месте где-то. А где он сейчас? Стоп, стоп, бо, бо. Я чуть не провтыкал бо. Я смотрел в другой телефон и просто чуть не провтыкал бо. Я бы сейчас вообще офигел. Просто бегу рядом с бо и пропускаю его. Это было бы конечно эпик фейл. Так, бо подобрал снизу наш коктейль. Но он бежал очень быстро. Отгнать его нереально уже. Так, где-то снизу был бо тоже. Но вопрос в том, где. Потому что они передвигаются очень быстро. Я убрал гирс. Я убрал скорость на карте. И всё равно очень-очень быстро. Где-то сверху у него скот какая-то. Подписчиков походу. Там бо 3 где-то рядом стоят. Прям очень близко. Так, и ой, повезло, повезло, повезло. Я его не видел. Самое забавное. Где-то сверху есть ещё один бит. А вот ты где бит. Повезло мне с битом. Ну, кстати, вот он вообще не двигался. Он стоял здесь секунд так уже 30. То есть, ну, не прямо здесь конкретно. В этой зоне и варлорда я тоже видел. Но он двигается, поэтому я не смог его убить. К сожалению. Но в любом случае я уже убил получается троих. То есть, как бы их всего 6 вроде. Нет, да, их 6. И я убил троих, то есть уже половина. Мы играем, кстати. За каждый килл ты получаешь балл. За каждый килл, за каждую вытяжку там будет. За каждый проход. Ну, это потом уже. Ты получаешь по одному баллу. У меня уже 3 балла. То есть, я как бы вырвался вперёд явно. Где-то сверху. Да бог, где они? Без понятия. Где-то сверху. Это всё, что я могу сказать. Может быть, уже снизу карта. Ну, не такая уж и большая. Бежать можно спокойно 5 секунд. Да, сверху он был. Но я никак не мог знать, где он находится. Он меня видит, а я его нет. В этом-то и проблема. Нет, я его как бы тоже вижу. Но задержка секунд так 10. Ладно, 7. Где-то 7 секунд. Это много. Это очень много. Остался Руслан. Руслан, ты где? Руслан, выходи. А, вот он. Застелили килл. Прекрасно. Это мой четвёртый килл в этом раунде. То есть, я убил четверых из шести. Нифига себе. При том, что троих... Нет. Ну так, двоих-троих чисто лаки. Прям реально лаки было. Лаки моменты. И каким-то образом я их ещё и убил. Что ж, неплохо я считаю. Получается, у меня 4. А у остальных максимум по одному. И то не у всех. Второй режим это рыбалка. Самый неудобный для меня. То есть, здесь примерно шансы у всех одинаковые. Здесь на карте стоит скорость. Ускорение у всех. И это проблема. Бегаю все быстро, очень быстро. И второй телефон мне практически не поможет. Тут я буду верить только лишь свою удачу. Ну и слегка во второй телефон. Так, чуть-чуть. Ну, я думаю, шансов у меня всё равно больше, чем у остальных. Я хоть и не буду знать конкретно, где стоят все участники. Но я буду понимать, хотя бы примерно, куда стоит бить. И теперь у нас слева где-то наш объектик. Где-то там. Где-то слева, вот здесь. О, попал, нифига. Прикол в том, что он двигался. Он двигался, но примерно в одном месте я попал с первого раза. Окей, я пока веду где-то здесь. Так, сложно сказать, где конкретно люди. Потому что где-то справа. Где-то двое справа. Двое справа. Но как я их вытяну? Вопрос другой. Он где-то здесь стоит. Почему я не могу попасть? Вот именно здесь он был. Что-то фигня. Сюда. Да что это? Он именно здесь где-то. Я вообще не могу. Тут уже двое. Где они? Наконец-то, наконец-то. И вытянули второго. Я по биту бил, знаете. Раза три и не попал ни разу. Потом со второй попытки попал, по-моему, по кому? То ли по Руслану, то ли... Наверное, да, Руслан вроде бы. Это жёстко. Больше никого нету. Только они об этом не знают, кстати. Забавно, да? Они думают, что там кто-то есть, а там никого нету. Вот это пранк. Пранк рыбалкой получается. Что ж, давайте залетим и типа их... Слово обратно. Интересно, это считается. Я сейчас их вытяну. Получается же, я вытянул. Получается, плюс балл. Справедливый, я думаю. Так, третий. Ну ладно, не третий, конечно. Но всё же. Хотелось бы, чтобы это было так. По итогу мне всего два балла. У Кота точно есть тоже ещё два балла. Сто процентов. Третий же мужчин, понятие как называется. Давайте будет догоним меня на Ни. В чём же суть? Мы берём на Ни. Четыре на Ни. Они стоят на тиках в кусты. И мы обязаны будем их убить. Кто убьёт больше, тот выигрывает раунд. Хотя в этом сути никакой нету. Мы играем в общем количестве на баллы. У меня, кстати, шесть уже. Нифига себе. Это неплохо на самом деле. Я уже вырвался в два раза больше, чем у второго места. Всё, погнали. Мне кажется, вот этот раунд именно для меня. Здесь я обязан забирать максимальное количество. Собственно, тиков. Потому что я вижу их. А остальных, как минимум, нет. Если я проиграю, будет немножко позорненько так. Пусть тики прячутся, как будто им это поможет. Потом мы сейчас настроим телефон, где побольше тиков. И начнём. Что ж, полетели. Давайте, знаете, убьём Миссури. Или попути кого-то ещё заберём, посмотрим. Так, я лечу сейчас не за Миссури, но в общих чертах можно и за Миссури тоже. Это был мой. Давайте тогда за Миссури. Миссури... Ой, попал по Миссури. Магия, магия, как будто в него и летел. Как так-то? Да, сейчас мы летим наверх, там ещё один. Сам вверху. Нет, нет, мы его убил Тара, боже. Ладно, я не знаю, куда лететь. Руслан. Прикол в том, что это лаки момент. Я его не хотел убивать, то есть я случайно в него попал. Где-то слева в углу есть ещё один. Так, а стоп, а нету? А нету? Возможно, я что-то не так посмотрел, но там был же. А, всё-всё, я понял. Я не туда посмотрел, он был не в том углу, а вот в этом углу. И тогда да. Просто у меня секунды есть буквально, чтобы посмотреть, где находится человек. И секунды это довольно мало. Но всё, я убил, получается, сколько? Я убил троих вроде бы. Вроде троих или сколько? Да, вроде троих, если не ошибаюсь. Остальные получаются по одному. Ну и последний режим, это необычный стеклянный мост. Чем в теории он как бы похож на обычный. Но не совсем обычный. В общем, всё как обычно. Здесь четыре прохода. За каждый проход можно получить по одному баллу. То есть в теории до четырёх баллов. Какому-нибудь Спайку или Максону было бы вообще не лишним получить четыре балла. Сейчас посмотрим, кто самый везучий. Но я чувствую, что у меня получится. Сегодня везение на уровне. Думаю, у меня получится это сделать. С трудом, конечно, но получится. В чём же отличие от стеклянного моста? Дело в том, что мы будем бежать все вместе. То есть каждый этап будет проходить вместе. По команде мы идём, выбираем себе кусты отдельные у каждого. И проходим этот этап. Кто-то будет точно вылетать. Самый везучий будет проходить. Булов всего шесть на четыре этапа. Поэтому будет жёстко. Четыре этапа, шесть булов. Я думаю, не встали. Ну что ж, полетели. Окей, мне кажется, вот здесь. Вот здесь. Точно никого нету. Чувствую просто. Повезло, здесь мы не пойдём прямо. Там аура тёмная. Обойдём. Пойдёмте, знаете куда? Наверное, направо, да. Мне больше нравятся правые кусты. Вот здесь пойдём. Повезло. Так, аура дальше белая. Пройдём всё-таки прямо. Там хорошо, чувствую, будет. Что ж, идём прямо. Давай, Спайк. Спайк, кстати, хорошо проходит. Он только что отошёл от куста с булом. Что? Он чёртов читер. Он играет вообще-то с телефоном вторым. И здесь мы доходим до конца. Чувствую, что дойдём. Так, идём. И готово. А, стоп, что? Хм, не понял. Там и, ну, не было, была. Я смотрю, там нет, была. Что это? Я вообще не понял, кого. Там не было була. Я смотрю, я же видел. Я захожу, и меня убивает бул. Что за фигня? Спайк вообще, походу, своим телефоном играет. Чисто обходит кусты с булами. Чёртов читер, я уверен. На самом деле, вышло очень-очень странно. Мне стоял телефон именно вот так. Я не видел, что в самых верхних кустах кто-то стоит. Я прохожу, вижу, что сверху бул надо мной. Ухожу левее. И вот сюда встаю. Я не видел, что там стоит бул. Вообще, я даже догадываться не мог. Потом я иду вверх, и меня убивает бул. Это было просто... Я вообще офигел. Просто как так? Я был уверен на 100%, что там нет никого. Я прохожу вверх, и там стоит бул. Это был эпик фейл, конечно, но да. Бывает. И выходит, что я каким-то образом выиграл. Вот это везение. У меня целых 12 баллов. Потом идёт Спайк, у которого 6. Он очень странно прошёл последний раунд. Прям очень странно. Слишком уж хорошо. Ну ладно, бывает. Потом идёт, получается, Тара, которая, к сожалению, проходил всё очень хорошо, но не последний раунд. У него получается сколько всего? 4 балла. И Максон набирает всего 3 балла. Вообще вышло довольно неплохо. Я набрал в 2 раза больше, чем остальные. И при том, мне никто не сказал, что я играю с своим телефоном. Я в том же сам всем рассказал. Что довольно странно. Как так? Никто меня не заметил. Чисто мне так везёт, да быть такого не может. Но у меня на этом всё. Понравилось? Себе лайк и подписка. Спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok